Йо! Саламу алейкум, банды, с вами как всегда Штором. Я продолжу играть на проекте Аризон РП Шоу Лоу. И сегодня я запускаю новый путь, а именно путь к кирке. Не бойтесь, путь к премиум вип через козьму будет проходить на моем основном аккаунте. А для этого аккаунта я создал новый аккаунт Натаха Кирка. И будем, ребятки, пытаться, в принципе, на нем подняться. Я надеюсь, что мы дойдем до кирки. Я вот настроен, в принципе, играть, играть и поднимать нам кирку. Поэтому, братва, запасайтесь печенюшками. Вот победитель, который забирает 5 миллионов абсолютно на любом сервере Аризоны. А сегодня давайте вот так вот просто для вас разыграем. 5 миллионов, да, еще 5 миллионов абсолютно на любом сервере Аризоны. Просто поставь лайк, подпишись на канал и напиши любой крутой комментарий. Ну что, ребятки, не буду затягивать. Аккаунт создан. Погнали проходить путь или как? Да, братан, если ты еще не начал играть со мной на Аризон РП Шоу Лоу, то пора бы тебе это сделать. Переходи по ссылочке в описании и качай игру при регистрации в один мой ник OG Шторм, который даст тебе на пятом уровне плюс 300 тысяч. Если ты еще ведешь мою фамилию Шторм, то на пятом левеле я тебе накину еще плюс 300 тысяч. И на шестом левеле вводи мой промокод хэштег Шторм, который даст тебе еще немного капусточки, а потом еще я тебе накину немного денюшек. Итак, для начала я прибежал, конечно же, получить паспорт, потому что без паспорта нам никуда. Поприхожу пару квестов, чтобы немного прокачать свой уровень. Ну, все квесты проходить я не буду, потому что не вижу пока что в этом смысла. Может, потом за кадром когда-то пройду. Следующий квест у нас на ферме, я уже, в принципе, прибежал. Оп, мы переоделись, просто посмотрите, какая у нас тут красоточка. Оп, оп, оп. Ну, короче, ребятки, давайте здесь будем работать, нужно перенести 15 тогов сена. Погнали проходить. Еду, ребятки, я в автошколу получить права, и смотрите, какие здесь добрые игроки. Он мне подсказывает, где автошкола, что мы уже подъезжаем. Давайте дадим ему начать 200 долларов. Оп, ребятки, он мне дал 20 тысяч долларов. Офигеть, ребятки, это не постанова. В принципе, я думаю, он не знает, что Натаха это я. Ну, поэтому, ребятки, спасибо большое тебе, Вака, за 20 тысяч. Это очень хорошая сумма мне для начала развития. Ну, а мы, в принципе, погнали, ребят, сдавать на права. Итак, ребятки, сдаю я на права, и плюс еще сдаю на мототранспорт. Устроился, ребятки, я поработать таксистом, потому что сейчас можно нормально нарубиться таксистом. Я надеюсь на это. Ну, потому что у меня первый уровень, и, в принципе, кем мне еще работать, как не таксистом. Потому что на шахте, вроде бы, со второго левела можно работать. Ну, короче, ребятки, начинаем нашу работу. И я надеюсь, что клиенты у нас будут. Итак, сел до нас первый клиент, Кибер, Хакаги. И просто, смотрите, реально, здесь зарабатывать таксистить можно нереальные деньги. Но, вроде бы, можно с новичков зарабатывать только 200 тысяч в час. Поэтому, ребятки, много ты здесь пока что не подзаработаем. Ну, хотя бы 200 тысяч сейчас апнем, и будет вообще ништяк. А пока я буду апать 200 тысяч, я думаю, я уже немного левел прокачаю, чтобы пойти на другие работы. Приехал, ребятки, я на новую ферму. Хочу здесь поработать, в принципе. Знаю, что здесь можно нормально подзаработать. И надеюсь, что у нас сейчас все получится. Я уже работаю. И здесь за одно задание платят 5 тысяч. Надеюсь, сейчас попробовать апнуть хотя бы 300 косарей. Да, ребятки, здесь закончились ресурсы. И на соседней ферме тоже. Да, не повезло, не повезло. Прибежал я на шахту, но есть одно но. Работать можно теперь с третьего уровня. Капец, ребятки. Это мне качаться и качаться. Просто не повезло, не повезло. Приехал, ребят, я вступить в банду Ацтека. Знаю, что здесь можно сейчас немного навариться на бандах. Потому что ларцы можно, в принципе, повыполнять квесты, короче. И я надеюсь, что меня сейчас примут. Все, ребятки, смотрите. Наша Натаха стала немножко покрасивее. И, в принципе, давайте проходить квесты для банд. Первый квест нам нужно поехать и пособирать семена. Итак, ребятки, на что я приехал. Пока что семена. Вот, ребятки, семена собираем быстренько. Нужно собрать 10 семян. Да, ребятки, собрал я 9 семян. И, как назло, последнее семено. Просто я сейчас буду искать полгода. Вот, смотри, сейчас 22.25. И сколько я буду сейчас искать эти семена? Да, ребятки, сейчас уже 22.42. И я, наконец-то, нашел это последнее семено. Все, ребятки, получаем ларец. И плюс 2 закоинца. А закоинца пока тратить не буду. А ларец поедем продадим. Кстати, напишите, кто шарит, сколько стоит кирка на шоу лоу. И как мне лучше до нее дойти. Купить ее, либо скрафтить. Ну, не знаю. Мы будем пробовать и то, и то. И надеюсь, что у нас все получится. Продаю этот ларец за 180 тысяч. Я там кричал, что продам за 200к. Но никто за 200к не брал. Ну, короче, за 180 тысяч, в принципе, я продал свой ларец. Приехаю, ребятки, на другую ферму. И надеюсь, что здесь, ребятки, нормально. Я уже подзаработаю. Потому что я уже капец как устал. У меня уже есть 400 тысяч. И сейчас попробую, ребятки, апнуть 500 тысяч. И будет вообще ништяк. Ну, тут вроде бы людей почти нет. Но задание хотя бы есть. И поэтому погнали здесь работать. И надеюсь, что у нас все получится. Начинаю 22.51. И посмотрим, во сколько я закончу. Итак, ребятки, сейчас ровно 23.02. И я, в принципе, насобирал уже 500 тысяч. Нормально, ребятки, здесь работает. И просто мне понравилось, в принципе, ребятки. Поэтому я буду сюда приходить еще не раз. Поэтому, может, где-то меня встретите. Но, ребятки, все ваши подарочки, если вы будете мне их давать, я буду, в принципе, отдавать себе на основу. Либо разыгрывать для вас. Поэтому, ребятки, лучше мне подарочки на основу не дарите. Итак, мне сказали сейчас, что военка, в принципе, там пустая. И давайте возьмем квест, грабим военную базу. И поедем, ребятки, попробуем грабануть. И надеюсь, что у нас получится. Нужно грабануть 200 патронов. Я надеюсь, меня за это в Жайл не посадят. Надеюсь. Но все будет ништяк. И мы сейчас заработаем еще один плюс ларец. Так, ребятки, ну что, я прибежал на военку. Давайте мы сюда проникаем. Вот с Харри Хейл. Я надеюсь, что сейчас у нас все получится. И мы, в принципе, ограбим военочку. И все будет у нас с ништяковой. Здесь какая-то невидимая стеночка. Давайте, а, вон, через заборчик надо прыгать. Окей, сейчас перелезем. Смотрите, у нас тут трое. Там, вон, один вояка на карте. Я надеюсь, что он сейчас нас не убьет. И мы, в принципе, с вами пособираем нормально, в принципе, патрончиков. Ну, 200 патрончиков мне нужно. Итак, вон, вояки. Блин, я надеюсь, что он сейчас сюда не прибежит. Просто у меня нету ни маски, ни оружия, ничего нету. Так, ингредиенты какие-то падут. Раньше здесь было как-то по-другому вроде бы. Или я просто тупой. Не знаю, ребятки, напишите в комментариях. Ну, короче, давайте вот квест. А, да, нам нужно 5 раз подряд взять эти ингредиенты. И квест будет пройден. Итак, ну что, ребят, в принципе, я квест выполнил. И вот, в принципе, наш плюс ларец. Ребятки, здесь стояла вот эта вот штука. Как я знаю, на этой фигне можно подзаработать. И давайте попробуем, в принципе, как вообще и сколько здесь платят. Итак, берем этот груз. И везем его, в принципе, на базу. Итак, я уже подъезжаю. Э, 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 куда? Куда? Руи Коста. Ребятки, офигеть, вот эта крыса дупа взяла и украла мой, мою машину, ребятки. Ну, капец. Вот увидите Руи Коста, пишите, что он крыса, реально. Кстати, напишите в комментариях, сколько может подзаработать. Потому что ждать опять эту машинку я просто, ребятки, уже не могу. Итак, ребятки, я пришел на ЦР. И давайте продаем ларец за 160 тысяч, потому что за 180 уже нет. А как-то стоять полчаса на лавке и продавать этот несчастный варек как-то мне, э, ну, не хочется. Ну что, братва, на этом давайте закончим нашу первую серию. Она получилась довольно красочная. И я не хочу их делать прям такими огромными, а чтобы они были, в принципе, нормальные. И вам смотрелось, и вам было по кайфу. Поэтому, ребят, пишите, как вам путь. И я надеюсь, что он вам понравится. И мы наберем здесь 250 лайков, чтобы я снял продолжение. Всем спасибо за просмотр. С вами был Шторм. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok